Троюродный брат айфона 10. Вот с чем можно ассоциировать данный смартфон. По крайней мере внешне. Вырез, камера, омлет, дисплей, дизайн. Все это напоминает о нем. Но все так быстро меняется, что этот вырез уже не айс. Ведь сейчас в моде каплевидные выступы. Посмотрим, насколько Xiaomi Mi 8 актуален. Можно ли пользоваться с комфортом, какие у него косяки, какие у него камеры. И какую версию данного гаджета точно не стоит покупать. Поехали! Я нашел данный смартфон по довольно нормальной цене. Учитывая его характеристики и подумал, вот и пора запилить обзор. Дизайн смартфона в моем цветовом решении строгий и симпатичный. Этот тренд с зеркальной стеклянной поверхностью задней крышки уже задан. И в данном случае это действительно стекло. Всяко лучше, чем пласти, которые в последнее время делают похожим на стекло. Отпечатки ловит, как и все подобные решения. В комплекте есть чехол и на практике он вполне неплохой. Рамка алюминиевая, с кнопками, которые нажимаются с приятным тихим щелчком. С симметричными решетками под динамик и микрофон снизу и конечно USB Type-C. Но что примечательно, Xiaomi упорно убирает из флагманов инфракрасный порт и вход по 3.5 миниджек для наушников. Ведь рано или поздно приходит момент, когда переходник нужно будет искать по квартире. Bluetooth наушники в помощь. Вернемся к немаленькой моноброви в смартфоне. Кто-то скажет, фу, отстой, а кому-то наоборот по кайфу. Напишите, к какой категории вы относите себя. Например, вкусив меньших размеров выступ, понимаешь, что могут же и смотрятся гораздо приятнее. А на эту смотришь уже как на рудимент, что ли. Во всяком случае, в ней датчики, хорошая фронталка и инфракрасный сканер для разблокировки при помощи лица. Работает он прекрасно и в темноте в том числе. Вы можете видеть сейчас, как он срабатывает в очень плохом освещении. Сканер отпечатка пальцев работает в стиле не успел прикоснуться и уже готово. Bluetooth стоит пока еще топовый на сегодня Snapdragon 845 с видеоускорителем Adreno 630. И как бы я его не мучил, задумчивости практически нет. В наших руках еще одна ракета. О предыдущем сородиче от Xiaomi, который стоит приблизительно так же, я уже рассказывал. Это Mi Mix 2S. Гляньте для общего развития и сравнения. Все современные игры будут ему по зубам еще не один год. Кажется, производительность в сегменте смартфонов растет быстрее, чем успевают разработчики пилить графику, которая могла бы загрузить подобные девайсы. Но игры типа Танки, Папк, Фортнайт, Леггинс, им только такое железо и подавай. Вывод какой? По железу у нас топчик, на котором оболочка шустрая, практически без тормозов и игры идут припеваючи. Теперь, что касается непосредственного экрана. Super AMOLED 621 дюйм. Full HD Plus от Samsung. Опускаем такое явление, как ШИМ. Вы уже должны знать, что это такое и кому подходят или не подходят данные дисплеи. Их плюсы и минусы. Но по сравнению с тем же Mi Mix 2S разница не велика. Но дисплей действительно цветастый и насыщенный. В выключенном состоянии сразу видно, что это AMOLED по характерным переливам зеленого. Во включенном на белом или белых участках под углами тоже можно наблюдать некий уход в зелено-фиолетовый. Это особенность и не лучшая сторона таких дисплеев. Always On Display тоже можно активировать. Цвета мне понравились в целом. Диапазон яркости тоже и как плюс отличный черный цвет. Дальше я решил, как и во всех смартфонах на данной оболочке, тут кстати MIUI 10.1, отключить монобровь. Вернее скрыть ее сверху черной полосой. Что я уже неоднократно делал на других смартфонах от Xiaomi и не только. Те, что с выступом. У меня это не получилось. Тут даже такого пункта нет. Ее нельзя скрыть. Хотя знаю, что раньше на MIUI 9 это можно было сделать. Скорее всего дело именно в технологии экрана Super AMOLED. Если там постоянно будет черная полоска, то со временем может проявляться разница. Особенно на белом фоне. Так как AMOLED, как мы знаем, имеют свойство выгорать. Скорее всего Xiaomi от греха подальше не добавили возможности ее скрывать. Зато управление жестами есть, кнопки тоже есть. В общем все для удобства. Кто же заметил странную работу приложения YouTube? Если растянуть картинку на весь экран, получается не под выступ, а именно на весь экран. И часть видео скрывается под ним. Это не очень, если честно. Придется смотреть без зуммирования на весь экран. Хотя привыкнуть можно. А теперь еще к важному моменту. NFC в данном образце есть, только он не работает. Все просто. Эта азиатская версия прошита на глобальную прошивку. Вот NFC и не работает. Ведь это небезопасно, телефон более уязвим и Google не рискнет вашими же деньгами в этом случае. Конечно же можно потанцевать с бубном, поставить сторонний софт, чтобы обмануть Google. Но скажите, оно вам надо? Вы готовы этим заниматься? 99% наверное ответят, что нет. Вот и я вам говорю. Соберетесь покупать, смотрите, чтобы это была именно глобальная версия. Не важно где покупать, в Китае или у нас, даже если будет немножко дороже. Звук. Из внешнего динамика звучит в меру громко и приятно. По крайней мере вам будет достаточно звука при просмотре фильма или YouTube. Стерео в нем нет. В наушниках такая ситуация, как и во многих смартфонах от Xiaomi. Громкость зависит от выставленного региона. На европейских регионах звучит тише. И кому-то может не хватать. Можно попробовать выставить другие регионы. Будет громче. Само качество неплохое. Нужно баловаться настройками, пресетами и эквалайзером в оболочке. Камера. Основная двойная с поддержкой искусственного интеллекта. 12 плюс 12 мегапикселей. Samsung с апертурой f2.4 плюс Sony IMX363 с апертурой f1.8. В главном модуле есть 4-х осевая стабилизация. Я с данной камерой очень хорошо знаком еще с обзора Mi Mix 2S. Там точно такой же набор. Я специально сделал пару фото на эти два смартфона. Качество плюс-минус одинаково. То разок фотка лучше выйдет на Mi 8, то разок на Mi Mix 2S. В целом камера очень достойная. Фото будут получаться хорошими и днем в хорошем свете и вечером. Единственное, что в режиме боке будет больше шумов, если фотографировать при недостатке света. Ведь за этот режим отвечает второй телефотообъектив, а он более темный. Также камера получает лайк за оптический стабилизатор, что поможет получать меньше смазов при фотографировании и чуть более четкую картинку при съемке видео. Пример записи видео на смартфон Mi 8 в плохом освещении. 4К, 30 кадров, оптическая стабилизация. Видео не светлее, чем есть на самом деле. Не темнее, примерно так же. В принципе, качество мне нравится, но, как видите, шумы есть. В связи с плохим освещением. Но камера, как по мне, на уровне. Даже в таком освещении. Фронталка на 20 мегапикселей. Тоже не разочарует. Даже при не очень хорошем свете, как в данном случае, получаются довольно хорошие снимки. Тут она имеет преимущество перед тем же Mi Mix 2S, той же ценовой категории. С такой же основной камерой, но фронталка там уступает. Как селфи-фон, то, что нужно. Автономность. 3400 мА батарея, оболочка и AMOLED дисплей дают отличную автономность. Например, у меня при обычном использовании социальные сети, серфинг, немного видео. К вечеру остается процентов 40 заряда. Если бы нагрузить еще, то все равно до вечера бы хватило. Конечно, если это не игры часы напролет. Быстрая зарядка в данном смарте просто отлично работает. 30-35 минут и на 50% он уже заряжен. Данный смартфон можно взять сейчас в районе 350-355 долларов за версию 64 гигабайта. 128 гигабайт версия, по-моему, дороговато пока что. Но на всякий случай все ссылки будут в описании. Они могут дешеветь, а иногда даже наоборот почему-то дорожать. У нас тоже можно смотреть цены. Но то, что вы хорошо должны понимать, не стоит брать азиатскую версию, прошитую на глобальную прошивку. Иначе загрузчик будет разблокирован, скорее всего, и NFC работать у вас не будет. По дизайну, в принципе, красивые сзади, пока не залапать. Дорогие материалы и приятно сидит в руке. Но вот эта камера, эта монобровь, честно, уже приелись. Вот все даже в самые дешевые телефоны пихали эту бровь. Ну, хорош же уже. Также экран. Не всем нравятся амоледы. Но есть люди, для которых амолед это один из факторов в выборе смартфона. Это на вкус. То, что монобровь вскрыть нельзя, это вот засада. А так, в целом, это очень даже неплохой выбор за свою цену. У которого сильные стороны топовое железо, NFC и отличные камеры. С вами был Смарт Плюс. Не забудьте подписаться, чтобы смотреть интересные обзоры о действительно стоящих гаджетах. Всем пока, друзья.